Привет, мои дорогие! Привет, мои хорошие! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут инга и сегодня друзья мы с вами встречаемся в одной очень странной но на мой взгляд 1 в своем роде игре она называется за лангинг переводится как тоска друзья и эта игра от разработчиков от немецких разработчиков студия 6 но как говорится не дайте себя обмануть ее вот такой вот странной внешностью дело в том что эта игра уже получила многие призы и массу положительных отзывов людей которые тестировали и испытывали эту игру дело происходит в следующем что вы будете делать друзья если вы окажетесь в ситуации когда вы находитесь в замкнутом пространстве скажем так и вам надо ждать 400 дней друзья 400 дней вы должны ждать пока проснется король барбаруса и так мы здесь с вами играем за маленького шейда шейд это слуга короля императора барбарусы который ждет когда проснется император игра основана на легенде которая гласит что есть пещера но она как бы действительно есть пещера барбарусы она находится в германии в тюринге если они не изменяют память так вот есть такая легенда что в этой пещере спит король барбарусы он не умер он не погиб он спит вечным сном но все-таки когда-то проснется и его сон стережет этот самый слуга шейд или если на русский перевести это тень так вот эта тень ждет когда проснется барбарусы проверяет его так сказать состояние каждые сто лет и впечатлившись этой легендой создатель этой игры ансель пит решил выпустить вот подобную игру в которой действительно есть спящий король барбаруса в которой есть его верный слуга шейд но самое главное что эта игра происходит в режиме реального времени друзья у нас есть 400 дней реального друзья реального времени и за эти 400 дней мы можем заниматься с вами в принципе всем чем хотим мы можем просто все 400 дней просидеть глядя на то как капает с потолка пещеры вода и придаваясь каким-то воспоминаниям либо мы можем исследовать эту локацию и как-то немножечко скрасить свой свое времяпрепровождение но тем не менее перед нами 400 дней это друзья больше чем год и неважно как вы эту игру будете играть или не играть вы ее можете просто напросто оставить но время в ней будет идти то есть если вы выходите из этой игры время не останавливается игра продолжает жить своей жизнью за ваше отсутствие то может что-то произойти вы даже этого не заметите поэтому как бы именно этим меня эта игра и заинтересовала тем что она как бы вот такой на тему искусственного интеллекта она живет своей жизнью много я и не не знаю я посмотрела только ну как сказать отзывы и тот самый трейлер который показывали сами разработчики игра естественно экспериментальная и поэтому давайте экспериментировать я так думаю что я не знаю насколько мы выдержим эти 400 дней будем ли мы заходить сюда каждый день будем ли мы может быть встречаться на стримах и заходите проверять нашего шейда посмотрим давайте ее начнем единственное что хочу еще заметить что в википедии я прочитала папа поскольку у меня возникла сразу мысли что ну да игра реального времени и время привязано к нашему компьютеру по идее мы можем на компьютере поменять просто напросто год и вот у нас вуаля уже пройдет там 365 дней или еще что больше но не тут то было на самом деле игра предусматривает и такие хитрые ходы и если ну как я вычитала по крайней мере вы совершаете какие-то манипуляции со временем у вас на компьютере шейд просто напросто попадает в тюрьму и уже оттуда точно никуда не выберется и будет сидеть до конца своего отпущенного времени так что еще раз я хочу сказать что как бы мы с вами впервые посмотрим на эту игру я наверное ее все таки буду идти до конца ну и давайте начнем так но прежде чем начать давайте посмотрим еще на интерфейс что у нас тут у нас разрешение 1280 на 720 где наше нормальное разрешение вот на это полный экран звук управление язык язык у нас уже сразу смотрите по умолчанию стоит русский так как у нас выйти обратно это ознакомьтесь перед началом управления так идти держите кнопку и торопливаете двойное нажатие действие правая кнопка идти пробел на торопливаете двойной пробел так выйти из игры авто ходьба открыть меню давайте посмотрим что у нас тут еще со звуком а просто включить выключить все элементарно тут у нас еще есть какие-то значочки но я думаю что мы с вами познакомимся в процессе так это обратно это вернуть я уже поняла песочные часы что это такое поехали типа до нажмите куда угодно чтобы закрыть а вот так вот вот так вот куда угодно нажмите чтобы закрыть что такое предпочтение а понятно не 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 вот так вот теперь все нормально так ну чтож предпочтение мы оставим давайте начнем нашу игру глубоко глубоко под толще земли лежит лежат владения старого короля плохо что музыка не регулируется его вот что скажу студия шоевс шоевс представляет за ленгинг игра автора ансель пита а при поддержке бадан бютенберга базируется на легенде режиссура программирования так ну что уж смотрим титры я ничего сделать не могу и заметьте время пока не идут очень 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 глубоко под землей и и и и и и и и Силы мои сякли. Остался у меня только ты, верный мой тей. Ну, шейд, как его, в принципе, называют. Так, что мы можем сделать? Может, мы можем куда-то уже идти или что-то делать? Прошу, дождись меня и никогда не покидай этих пещер. Теперь я усну на 400 дней собраться с новыми силами. Разбуди меня, когда придет время покончить со всем страхом и тоской. И остались одни глазоньки. Ой. Ёлки с палками. Время пошло, друзья. Вот это мое жилище. Хорошее место, чтобы провести тут следующие 400 дней ожидания. Правый клик, чтобы закрыть. Можем рисовать, посмотреть на часы. Время идет медленно, но верно. Медленно, но верно. Смотри, что-то у нас тут упало. Шейд, что это? Кусочек угля, павший брат, возвратился домой. Сочинить музыку. Прежде чем я смогу наслаждаться всеми прелестями музыки, мне надо найти части этого инструмента. Сейчас у меня есть одна часть инструмента. Ага. Так, подожди, у тебя что? Мы не можем ничего сделать. Мы не можем приблизить. Это... Ага. Ну, давайте пока ознакомимся. Ну, давай рисовать. Да, у нас есть уголь. Что же мы нарисуем? А, у нас есть один уголек. Автопортрет. Друг, отец, кисть, руки, душа, пещера, глаз, луна. Вожь. Вожь. О, луна плачет. Так, давайте нарисуем... Друга. Как мы ее рисуем? Рисуем мы тоже в режиме реального времени, друзья. Он еще что-то упал у нас. О чем я и говорю? Игра неторопливая. То есть можно оставить шейды рисовать. По-моему, он рисует что-то совсем не то, что мы выбрали. Ну, у каждого своя интерпретация. Можно поставить на паузу. Можно закончить вообще с этими рисунками. Ну, давайте уже дождемся. И посмотрим все вокруг. Медленно, но верно. Время идет. Мы прожили 4 минуты. Шейт, но все уже, наверное. В компании прекрасный картин. Время лететь незаметно. Этот шедевр заслуживает места на моей стене. Понятно. Ну, бери тогда его. И... Нет, давай закроем. Больше рисовать не будем. А, он уже повесил его. Шедевр. Так, смотри, что это у тебя? Песочные часы? Почему ты их сюда поставил? Ну, ладно. Итак, уголь у нас есть. У нас есть книжки. Ах, нет, ничего лучше, чем бросить усталые кости в удобное кресло. Давайте почитаем книгу. Мысли. Гус герл. Чё спок. Моби дик. А что за мысли? Король приказал ждать его 400 дней. Затем я должен разбудить его, а он покончит со всем страхом и тоской. Хотела бы я знать, что произойдет. По крайней мере, мой день рождения настанет побыстрее. Торопливо читать. Король наказал мне никогда не выходить за пределы пещеры. Интересно, что он имел в виду? Хотелось бы мне увидеть во сне другое место. Я бы очень хотел поисследовать пещеры, но я чувствую присутствие Великой Тьмы неподалеку. Где эта тьма? Смогу ли я ее побороть? Мне бы не помешала карта королевства. В этой пещере, скорее всего, полно тайных областей. Интересно, когда я открою все части пещеры? Пока что я мало где был. Где-то в королевстве находится тайная библиотека. Хотел бы я ее найти. Больше книг мне точно не помешает. Подожди, подожди, подожди. Не торопливо читать. Вернись обратно. Так, другое место мы прочитали. Не помешает. Нужно больше читать. Я мечтаю о том, чтобы найти книгу, которая никогда не закончится. Я прочел о залах вечности, в которых время стоит на месте. Так как ждать мне еще долго, я не хочу сидеть сложа руки. К тому же время идет быстрее, когда занят делом. Мой дом недостаточно уютный для такого ожидания. Хотелось бы иметь больше цветов для моих живописных штудий и рисунков. Наверное, я могу найти больше цветных камешков в пещере. Моему жилищу точно не помешает побольше картин. Особенно картин с вошью. Ты так любишь картины с ушами. Мне бы не помешала кирка тут внизу. Я попытаюсь увеличить свое скромное жилище, пробивая стены пещеры. Тут внизу есть кристаллы разных цветов. Возможно, я смогу их собрать и украсить ими свое жилище. Мне бы не помешала кровать. Возможно, я даже смог бы сколотить ее, быть у меня нужны материалы. Мне бы не помешала проточная вода. Не то, чтобы мне нужно умыться. Мне просто звук воды нравится. К счастью, мне не нужно есть. Но я бы с радостью поворачивала милых грибочков. Тут внизу очень одиноко. Время от времени не помешало бы видеть еще одну пару глаз. Хотела бы я с кем-нибудь поговорить. С кем угодно. Иногда в моей голове играет красивая мелодия. Хотелось бы мне сыграть на моем любимом инструменте, чтобы облегчить боль одиночества. Нужно составить список моих поражений. Может, хоть это сойдет за какое-то достижение. Так, что-то мне сейчас ничего в голову не идет. Думаю, просто посижу в одиночестве. Так, окей. А что у нас? Мобидик. Ага, у нас есть Мобидик. И мы ее действительно можем читать. Она у нас, правда, не на русском языке. И вы действительно можете читать. Здесь сидите читать Мобидик. Или читать Заратостер, друзья. Или Гуси Герл. 12 страниц. Заратостер не так много. А Мобидик в полном собрании, как говорится. Ладно, как летит время? Нужно больше читать. Присесть и почитать. Нет, подожди. Давай-ка мы посмотрим. Что у нас тут есть. Ага. Да еще заодно. Так, у нас это что такое? Что это? Свет включить. А, это очевидно. Вот оно. Выключить звук, не выключить звук. Что это такое? Непонятно. Это что? Ладно. Пошли, Шейд. Шейд, пошли. А, это пауза, очевидно. Нет. Что-то у нас получилось. Нашейд почему-то больше никуда не хочет топать. Итак, он присел. Он присел, он устал просто так стоять, друзья. Это он сделал сам. А к пустым стенам не помешает картина. Я хочу пойти. Не-не-не-не-не-не. Слезай с кресла. Давайте мы осмотримся немножко. Рисовать. Сочинять музыку. Пошли смотреть, что у нас вокруг. А вот он, король Барбаросса. Думаю, король разрешил бы мне исследовать его огромное королевство. Но лучше запомнить дорогу назад. Кстати, да. Кстати, да. Разбудить короля. Давайте попробуем. Нет, он храпит. 400 дней только начались. Король все еще спит. Мне придется жить в его пещерных покоях. И разбудить его, когда придет время. Давайте пойдем. И ходят друзья. А что мы можем взять? Подожди, что-то мы можем взять тут. У нас появилось, что мы что-то можем взять. Ладно. Мне некуда спешить. Времени на прогулки достаточно. Давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Давай-ка, закроем это. Храп какой. Мне очень нравится это. Мне очень нравится ступень. Давай-давай. Да, немножечко зарядки не повредить. Тебе не должно быть одиноко с таким храпом. Могущественного монарха. Так, смотри-ка, куда мы с тобой пришли. Что у нас тут? Зачем я вообще сюда пришел? Хороший вопрос. Так, пошли наверх. Не-не-не-не-не-не. Смотри, какая тут интересная розовая колонна. Подожди, что... Мы не можем туда... Нет, я думаю, что мы можем сюда пойти. Получается, что нет. О, можем. Стрелочка в этом квадратике показывает. Я вижу что-то на земле. Ну, так возьми. Взять. Кусочек угля. Я тебе в обиду не дам, братик. У меня есть два угля. Да, давайте собирать угли. Мы будем художниками. Не, шейт, иди, иди, иди. Тут, конечно, падают кусочки. Возможно, что у нас еще будет уголь. Как там было быстрее идти. Как-то вот он не хочет быстрее идти. Вот еще что-то упало. О, дверь-ка. Зайти в дверь. Ну, давай, зайдем в дверь. Эту дверь не открывали уже очень давно. На это потребуется время. О, друзья, ну что ж. Ждем. Ждем, когда откроется дверь. И, как я и говорю, здесь все делается в реальном времени. Поэтому давайте-ка я запись, конечно, тут приостановлю. А когда откроется дверь, я ее включу. И хоть так немножечко для вас убыстрей этот процесс. Ну вот, дверь открылась. Давайте зайдем. Прекрасное место для того, чтобы быть одному. Нужно запомнить дорогу. Смотри, тут есть кристаллики. Все, правда, тут уже так осыпается. Шлеп, шлеп, шлеп. А мы здесь заберемся. Да, смотрите-ка, наш парень может. Я думаю, что это парень. Тут как бы трудно сказать, кто это. Смотри, какие кристаллы. Использовать кирка у меня нету кирки. Мой нос не такой острый, чтобы разбить кристалл. Но, возможно, я смогу найти кирку где-нибудь поблизости. Да. Хорошо. Давайте тогда пойдем последовательно, чтобы не заблудиться. О-о-о! Ты посмотри, сокровище! А вот лучше всех сокровищ. Смотри, это мел, по-моему, да? Я так думаю, что это что-то типа мела. Кусок мела теперь я могу нарисовать луну, которая вечно будет сокрыта от глаз. А, так оно тут как бы за стекло. Да, использую с кирку надо. Взять. Ну, давай возьмем. А, это еще уголек. А, я думала, ты золото брал. Так. Нет, золото его не интересует. А что он будет делать с этим золотом, друзья? Он еще уголек, кстати, упал. Ты видел? Наверх смотришь? Да, наверх он смотрит. Он глазками водит, куда мы ему показываем. А, золотые сокровища. Так, две двери. Елки с палками мы окончательно запутаемся. Давайте зайдем сюда. Отойдем. Дверь. Но только вернемся обратно, потому что... О-о-о! О-о-о! Нет, здесь очень много дверей. Все, мы отсюда уходим. Пока что мы сюда не пойдем. Потому что это лабиринт. В котором я... Лично я могу заблудиться. Не знаю, как шейд. Ну, давай. Куда мы пришли? Мы не туда пришли, где мы уже были. Я воистину одинок. Я воистину одинок. Нет, все, шейд. Пошли отсюда. Давайте. Вот мы посмотрели эту камеру с сокровищницы. Нарисовали себе в голове план Барбаросса. От Барбаросса. И идем обратно. Кирка должна быть где-то неподалеку, говорит она. Что значит неподалеку в понимании нашего шейда? Используя скирку. Очевидно, мы можем здесь это, так сказать, откопать. Тут немного золота. Ну, я не знаю. Может быть, просто украсить свою комнатку чем-нибудь блестящим. Там какой-нибудь с тарелочкой. Давай, дружочек, иди. Ну, хоть более-менее светло. Я думала, что мы будем бродить в полном. Итак, запомним. Там у нас, значит, сокровищница. И я воистину одинок. Давай-ка мы тебе закроем твои грустные мысли. Да, и кирка появляется. Значечек появляется, когда мы можем что-то отколупать. Пока что мы нашли только мел. Вот, смотри, тоже мел. Ну, по-моему, он мне сказал. Я, правда, пропустила этот момент. У меня есть четыре угля. Отлично, молодец. Мы собираем уголь. Сколько он может носить с собой? Хлеба налево, хлеба направо. Давайте на себе раз пойдем сюда. Масса дверей. Давай зайдем. О, смотри, тут что-то есть. Тут есть книга. Взять. Что это? Лис бумаги пригодится мне для рисования. Хотел бы я знать, как он сюда попал. У меня есть два листа. Так вот, наверное, книга, потому что... Иди, посмотри. Так, бери. Что это такое? Надеюсь, король не против, что я на время возьму одну из его книг. У меня есть пять домашних книг. Так, и куда-то у нас тут, в принципе, смотрите, еще указывало. А, все, здесь больше ничего. Мы можем пойти наверх. Давайте так и сделаем. Ну, что ты совсем потерялся. Не знаешь, куда идти. Да, как-то тут управленец немножко странно. Ну, ладно. О, кусок угля упал. Кусок угля упал. Ну, кусочки угля, я так понимаю, тут постоянно падают. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ну, и пропадают. Они довольно быстро. Ну, пошли туда же. О. Где мы? Слушай, тут очень запросто заблудиться. Не-не-не, иди давай вниз. А потом, иди, вот так вот. Зайти в дверь. Запросто можно заблудиться. Так, давайте-ка мы зайдем в эту дверь, посмотрим, что тут у нас. И я предпочитаю, знаете, что выйти. Мне нужна карта, друзья. Мне нужна карта. Шейд нам нужна карта. Иначе нам век воли не видать. Вот вопрос. Теперь мы здесь были. Мы вот отсюда выходили. Вот давайте-ка зайдем в эту дверь ради эксперимента. И прошли по кругу. Да, 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 да. Ага, все. Значит, мы сюда зашли. Прошли по кругу. Это катастрофа. Давай, пошли еще раз туда. То есть там мы зашли, пошли по кругу и здесь вышли. Что у нас еще есть? Есть туда, дальше дорожка. Да, я так думаю, что такими темпами мы не скоро найдем нашу карту. Если вообще найдем. Ее, конечно, можно рисовать. Но меня радует, что мы нашли с вами мелок и лист бумаги. Кирка должна быть. Иногда я хочу просто остановиться, присесть и задуматься. То есть ты хочешь мне сказать, что ты устал ходить? Ты еще успеешь насидеться. Мы когда выйдем из игры, ты будешь сидеть и думать, и сидеть, и думать, и думать, и сидеть. А сейчас мы ходим. И я очень надеюсь, что мы найдем дорогу обратно. Смотри, тут уже совсем темно. И мне очень интересно, друзья, если у нас есть 400 дней на всю эту игру, то сколько уж тут можно ходить все 400 дней? Это просто удивительно. Так, давайте-ка мы выключим его грустные мысли. Посмотри, что тут у нас такое. Это какой-то барельеф. И уж не карта ли это? Ну-ка посмотри. Посмотреть. Похоже, эта резьба представляет из себя довольно примитивную карту королевства. Сразу в ней разобраться не получится. Нужно время. Хорошо. Бери. Еще уголь. Так, ну осматривайся. И я так понимаю, что чем, смотрите, чем дольше мы на нее смотрим, тем больше она как бы прорисовывается. Что ж, давайте смотреть. И ждать, и смотреть, и ждать. Тем не менее, игра-то двигается, я ничего не делаю. Я начинаю понимать эту резьбу. Подожди, не надо ничего брать. Это уголь упал, но я боюсь спугнуть. Да-да-да, это та сама карта. Патюшки святые. Вот это да. То есть можно сказать, что мы поднялись как бы немножко наверх. Вон та сокровищница, где мы были. А как бы нам ее зарисовать? Эту карту. И она огромна, она огромна. Это что-то. А где был наш король? А, он там совсем внизу. Мы довольно высоко поднялись, как ни странно. Думаю, я наконец понял эту резьбу. Похожа есть долгий и темный путь наверх. Мы получили, кстати, какое-то достижение, друзья. Я не успела заметить завороженное этой картины. Так, ну, смотрите, это долгий путь наверх. Да, вот долгий и темный путь наверх у нас есть. То есть вот так вот, вот так вот можно как-то очень долго подниматься. Что там будет наверху, неизвестно. Так. Мне снился бесконечный зал с белыми столпами. Ну, мы здесь не видим никакого белого зала. Так что... Думаю, я наконец понял, резьбу пока... Ага, да, 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 да. А как мне к тебе теперь вернуться, Шейд? При этом карта продолжает удаляться. Я думаю, что это далеко не всё, потому что есть вот здесь вот ещё норочка какая-то. Ну, не норочка, это его комната. И оттуда был ещё какой-то ход. Шейд! Как мне к тебе вернуться? Так. Ага, и это у нас используйте стрелки из этой колонки, чтобы запомнить места. Используйте стрелки справа для автоматической ходьбы. Запомнить. Идти назад. Или в случайное место. А, это автоматическая ходьба. Понятно. Можно его автоматически направлять. Ладно. Так. Дни, недели, часы, секунды. Что это такое? А почему у меня? А тут я смотрю, что у меня в 2К всё снимает. Ну ладно, друзья, в 2К так в 2К. Так, мне надо вернуться. Так, ну вот, возвращаемся. Возвращаемся. Я просто вышла в меню, зашла обратно и поменяла с 2К на простую, потому что в этой игре нам, в принципе, 2К не нужны. Ну что ж, мы посмотрели карту и это грандиозно. Это я, конечно, фантастика, что осмотреть. Мы можем ещё раз осмотреть. У нас есть долгий путь наверх. Но я думаю, что мы отправим нашего парня обратно. Обратно домой. Я надеюсь, что мы найдём эту дорогу. Мне надо будет ещё разобраться, как тут с этой автоматической ходьбой, чтобы он автоматически шёл домой, а я шла заниматься своими делами. И для этого мне не надо будет вспоминать, в какую дверку мы входили, в какую нет. Вот я вот сейчас вот даже не помню. Мы сюда входили? Нет. Отсюда вышли или нет? Пришли, вернее. Друзья, похоже, я заблудилась. Я не помню этого места. Или мы сюда? Или мы здесь были? Я никогда не понимала жизнь. По-моему, мы отсюда пришли. Отойдём. Зверь-философ. Давай, давай. Мы здесь были? Я не помню, чтобы мы здесь были. Но нам куда-то вниз. Наша коморка и король внизу. Поэтому... Даже если мы здесь не были, я думаю, что... А взять? Что мы можем взять? Я что-то ещё в этих пещерах, но не очень уверен, что... Да давай взять, что-то можно взять. Уголь. Те, что я его увидел, я его не видела. Если мы доберёмся домой, мы нарисуем самую большую и радостную картину. Если мы доберёмся домой. О, нет, здесь мы не были. Интересные окна. Интересно. Наверное, их тоже можно разбить. Дело в том, что... Как бы... Не надо обманывать себя... Той самой карты, которую мы увидели. Я думаю, что она гораздо больше. Если мы будем находить какие-то предметы, как-то что-то открывать. Как мне кажется, что можно... Может быть, и можно разбить эти окна. А может быть, и не стоит. Прогуливаться по этим величественным залам воистину удовлетворяющее занятие. Бери, чтоб ты там не нашёл уголь. Ох, у нас угля просто масса. Давай. Брат возвращается домой. Ага, вот мы и пришли. Мы же здесь были, да? Мы пришли снизу. Кирку мы так и не нашли. Угоняюсь. Ты шлёпает ногами. А, кстати, вот в эти дырки мы не можем залезть, нет? Нет, не может он туда залезть, друзья. Пошли. Ну, вот. Эта дорожка нам уже знакома. Хоть розовая колонна как-то скрашивают этот мир. И так, опять по этой лестнице. И храпящий король. Можешь попытаться разбудить короля. 400 дней только начались. Король всё ещё спит. Мне придётся жить в его пещерных покоях и разбудить его, когда придёт время. Кстати, друзья, в этой игре, опять же, по намёкам от разработчиков, есть несколько концовок. Её нельзя сохранять. В ней нельзя возвращаться обратно. То есть, вот как есть, так и есть. Так, ну что ж, шейт. Давайте-ка мы на радостях нарисуем какую-нибудь картинку. Давай рисовать. И посмотрим, что мы можем теперь нарисовать. У нас есть уголь. Углём мы можем нарисовать вот это. А если мы выберем мел, мы можем нарисовать вечность, колодец, луну. Он хотел нарисовать луну, кстати. Давайте мы её и нарисуем. В компании прекрасно картин. Время лететь незаметно. Этот шедевр заслуживает места на моей стене. А-а-а. Слушайте, тут ещё и места-то не так много. Давай её куда-нибудь повесим. Мы потом можем её перевешивать. У меня, честно говоря, твой шедевр не очень нравится. Давай мы его повесим вот сюда, вот в уголок. А этот шедевр мы можем перевесить? Не-не-не-не-не. Да, можем. Можем-можем. А, ну тогда ладно. Раз мы в любой момент можем перевесить картины, давайте мы их повесим вот так вот тут над столом. Вот. И посадим нашего парня на кресло. Присесть и почитать. А можно просто присесть? Сидеть и смотреть. Ты хотел. Усталые кости у него, понимаете ли? Ну что ж, друзья. Давайте оставим нашего товарища здесь сидеть и смотреть. Посмотрим, что он нам ещё скажет. И, как видите, время тикает. Я за кадром попробую разобраться с этим. Я так понимаю, что вот эти вот ячеечки, это куда мы можем поставить наши запомненные места, и чтобы в них автоматически отправляться. У нас ещё есть какие-то тут очки, очки или окошечки действия или ещё что-то. Мне интересно, что это такое будет. Ну, а на этом давайте закончим наше знакомство с художником Шейдом. Оставим его сидеть в этом кресле. И ещё раз напоминаю, время пойдёт дальше. То есть, если когда мы с вами включимся в следующий раз, пройдёт столько времени, сколько мы нашего парня оставим тут сидеть. Но это какая-то смесь, друзья. Тамагочи, если кто помнит, что такое Тамагочи, и игры в реальном времени. Насколько это будет интересно. Но пока что мне интересно, я вижу упавший уголь. Слушай, давай, беги скорее. Иди, 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 лови уголь. У нас, кстати, ведь он расходуется, насколько я понимаю. Ээээ, он рассыпался, мы не успели. Ладно, тогда иди, садись и отдыхай. Вот, вот такая вот игрушка, друзья. Как говорится, она на любителя. Она на... Король наказал мне никогда не выходить из-за предела пещеры. Так, сидеть, смотреть. Но я думаю, что в следующий раз мы с вами сбегаем сюда. Вот в эту вот сторону. Тут-то у нас всё было цивильно. А здесь мы даже не видели на карте, что там находится. Так вот, игра для любителей неспешности, никуда не торопящихся, любящих созерцать. И, ну, в принципе, просто провести время. Тем не менее, именно этим меня эта игра и заинтересовала. Ну, потому что сейчас очень много игр, которые там проходятся за, скажем так, за 20 часов, там, ещё за какое-то короткое время. А здесь будьте любезны, хотите вы или нет, 400 дней, друзья. Итак, заготовимся мы с вами на 400 дней. А я с вами попрощаюсь до следующего раза. Всего вам хорошего и пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok